карамба братцы и сестрицы всех приветствую на карантинном движнике так что я думаю нам осталось еще немного потерпеть и все будет заебись короче а говорю вкратце что у меня есть у меня есть прайм да я знаю о нем уже много от меня слышали почему потому что у прайма было два самых кислых вкуса это красная смородина и конечно же желтая малина да так что но если другие вкусы о которых я говорил что и вообще друг грубо говоря это совсем другой табак о котором я хотел рассказать и давайте собственно о нем мы сегодня поговорим у меня есть пять других вкусов сегодня мы попробуем разобрать по полочкам что это за продукт что это за табак что у меня из себя представляет они просто поговорим о вкусах да короче что у меня есть у меня есть виноградный микс а у меня есть almond heart я не знаю что такое у меня есть китайская личи и у меня есть дикая вишня и конечно же у меня есть лимон лайм да то есть грубо говоря это куда должен быть по идее кислый вкус но непонятно хух давайте собственно попробуем сейчас определиться что мы забьем в эти две чашечки а я думаю сразу что мы наверное забьем almond heart я не знаю что это за вкус давайте посмотрим баночка полностью запечатана не открыто я их еще не курил это у нас это у нас типа коньяка с шоколадом прикольно на самом деле я бы попробовал бы его покурить потому что чтобы понять что помимо классических вкусов как раскрываются другие вкусы у прайма это у нас 50 граммовая баночка хотя она как бы вроде 20 граммовый но забита под отвязку табак пластилиновый я же говорил вам все рассказать про него я расскажу табак пластилиновый это у нас здесь берли вроде с вирджинией могу перепутать а по вязкости в принципе нормально если все это укладывать в чашку до грубо говоря то он вяжется но я думаю распушить нам не составит труда все это сделать так давайте вот так все аккуратно правда конечно как ебучий пластилин блять но я думаю она будет того стоить и здесь аромки реально охуевшие но учитывая желтую малину да и другие вкусы которые мы уже курили то тут реально с аромкой все прям заебок заебок у нас есть два наших лучших друга это кальян бодо и кальян механика классик так ну давайте смотреть буду комментировать табак черного цвета по насыщен по наличию именно всех этих муаселей грубо говоря до сиропа то в принципе норм он не текучий и не сухой тут с ним все окей в принципе распушился не проблемно я вам скажу так доволен таки интересно поставим алмон хэрт на механику и давайте попробуем определиться со вторым вкусом чем нужно такое знаете вот прям то чтобы бомбанула бомбанула я ненавижу винограды вот я очень ненавижу виноград прям люто люто так немножко осталось карантин блин надо табак экономить о боже чистейший альфа кировский виноград фу блять я уже представляю как у меня от него болит голова так что свина с винограда мы отложим прям пиздец виноград виноград так это алмон хэрт давайте вот сюда положим чтобы не запутаться китайская личи личи на самом деле я тоже не очень люблю но было бы здорово а знаете будь что еще здорово давайте-ка мы разыграем 30 банок прайма как вы смотрите хотите выиграть 30 банок прайма вот реально вот час на карантином завести с 30 банками прайма нереально просто охуительно поэтому условия такие со дня когда выйдет этот обзор плюс 5 дней тогда будут результаты группы 5 дней и результаты у меня в инстаграме по условиям подписаться на меня в инстаграме подписаться на мой канал обязательно открыть на ю тубе штучку чтобы я мог посмотреть подписаны вы на меня или нет а потом написать комментарий что ты думаешь о прайме об этом продукте даже ты его не курил просто напиши что-нибудь о прайме и оставь ссылочку на свой инстаграм чтобы с тобой мог связаться потому что выбирать мы будем среди комментариев по инстаграме по ю тубу поэтому чтобы с тобой было проще списаться оставляешь ссылочку на свой инстаграм и подписываешься на prime и мы выбираем результаты теперь давайте по условиям еще раз пробежимся подписаться на мой канал поставить лайк этому видео написать под этим видео комментарий и оставить свой инстаграм подписаться на меня в инстаграм и подписаться на prime тоже их инстаграм более подробно я напишу уже в описании ссылочка бой ссылочка а будет все в описании так давайте смотреть что у нас здесь по китайскому личи ох ебать это просто божественно что-то я надеюсь блять я пизда как просто надеюсь что он будет также раскрываться в чашки как он сейчас пахнет а так мы поняли так мне это очень понравилось так а дикая вишня а дикую вишню я курил и да я курил либо курил мой друг когда жил у меня дома да вишня кстати прикольная такая знаете порошковая но далеко от авзаловская прям очень-очень далеко и у нас остался такой вкус как лимон лайм баночку охуительно выгнуло просто пизда как ее выгнуло поэтому я думаю он здесь ядрененький будет ядрененький так давай да прям мощно мощно я думаю давайте-ка мы наверно остановимся на китайском личи блять хочу прям покурить этот вкус китайского личи прям вот пиздец как хочу где он вот он вкус китайского личи так уж как пахнет уж блять так вот пока миссион пластилинец он как будто пластилинец от того что его прям в банку просто под оверпак захуярили поэтому он такой липкий но когда ты это все выкладываешь чашечку немного туда-сюда его то с ним как бы все заебись для тебя вот прям не знаю вот так вот мы его сделаем так ну есть немного есть немного окей так чашечки мы сделали и теперь давайте закрепим информацию немного я пойду ставить угли что касается баночек как бы ну стандартные баночки мы к ним все привыкли что касается аромок с этих баночек на запах просто блять мама не горюй да как говорится нюхал бы и нюхал бы ради этого аромата готов заболеть коронавирусом если это будет курица также как и пахнет а второе по вязкости и пластилиности у табака это присутствует это не очень здорово потому что очень сложно все это распушить если это с чем-то миксовать то prime останется грубо говоря в своей оболочке да то есть с липкости а другой табак останется с собой то есть их сложно будет перемешать это по-любому а что касается соусами то есть сиропа то в целом как бы нормально вроде то есть но его и немного его и немало табак вымочен равномерно во время курения конечно же все это у нас потекет но допустим не как от дарксайда вот dark side пиздец пару тяг и колби твоей пизда поэтому так как сейчас мы положим это сюда и я пошел за углями и я напомню еще раз про розыгрыш все условия чтобы выиграть 30 банок будут в описании так что ныряй туда и там будет кстати дата уже результатов так что вуаля вы конечно это не успеете заметить потому что я только щелкну пальцами и ты уже будешь смотреть как я раскуриваю этот табак а пока можешь на меня подписаться и выполнить все условия и потом продолжить просмотр когда я буду это дерьмо раскуривать согласись ты ведь даже не успел моргнуть глазом как мы забили два вкуса прайма здесь у нас almond heart а здесь китайская личи они наверное уже немного прогрелись потому что я пока пошел делал свои дела поэтому давайте-ка мы начнем немного разъебывать с личи личи вспомнил шикарно за что мне нравится prime то что у него на самом старте просто сразу идет аромка и ничего лишнего вообще то есть прям вот как положено не бьет по горло нет непонятных привкусов просто сразу все хорошо но это по курению блять слушайте а пахло ведь как какая-то шоколадка на вкус немного другое прикольная даже значит это я даже не хочу знать что это на самом деле бы что очень круто отдает немного вишня на самом деле черешней такой плотненький плотненький вкус ладненько пускай еще постоят они не чуть-чуть чтобы раскрылась все идеально ему уже о них поговорим погнали давайте подождали немного и давайте собственно уже вдуплять все эти вкусы и тихо тихонечко не торопясь говорить о этом продукте и как он курится технически хоть производитель и заявляет о том что этот продукт жаростойки я вам скажу так или знаю как они его тестировали но жаростойкостью здесь немного сложновато то есть да если ты хочешь получить кислячий вкус от желтой малины то перегревай прям вот чтоб блять слюни текли но если ты хочешь чтобы он нормально курился без всяких скачков по ароматике то будь аккуратен с прогревом а особенно во время курения тоже никаких четырех углей ему не надо три угля две-три минутки без колпачка и все окей вот сейчас честно курица нормально вообще как бы не придраться ни к чему в абсолютно курица и курица но сам вкус личи он здесь очень специфичный и очень водянистый то есть вот сейчас на данном моменте личи очень сильно проигрывает по аромке и прям реально сложно это курить в плане того что чувствуется какие-то пробелы в ароматике и как-то как-то не то то есть нет той плотности которой бы хотелось именно в данном вкусе а вот волну алма алмад херд блять как он там сука называется алмонд херд блять алмонд херд хуй с ним бля и пускай будет так я хуёво в английский знаю поэтому как бы не обессудьте не осуждайте да то здесь с ним все окей то есть в плане как он курица что у него все отлично я прокуривала какие-то вкусы и могу сказать по продал по продолжительности курения не так много то есть примерно минут 35 30 вот он прям идеально идет а дальше у него просто резкий обвал идет 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 и падает как бы я не пробовал забивать как бы я не пробовал все это делать но мне не удавалось больше грубо говоря 40 минут вытянуть аромку хотя бы так чтобы она спускалась плавно она у меня просто сразу падала и все кальян моментально умирал дымил но не крепости не ароматики уже не было и здесь соответственно складывается такое блядь а исправьте вы это у вас вроде по аромке все заебись а по пластилинности по вязкости как бы тоже все окей по сиропу тоже все нормально по аромкам вообще заебись но вот этот провал он прям отпугивает жестко но в целом за свои деньги а табак себя превосходит раза в три и к нему нужно лишь немного привыкнуть и на этом будет все окей абсолютно то есть продукт новый соответственно немного другая аромка и ребята как я слышал разрабатывают или уже разработали теплые вкусы типа обжигающие вкусы сладкие вкусы и соленые вкусы то есть в плане аромки у них вот прям пиздец ребята прям стараются заключение я наверно скажу так что этот табак выделяется из многих продуктов на российском рынке в первую очередь плавностью с курение а ароматикой и том что он максимально приятные во время курения чем он выделяется да то есть именно обратные стороны минусы а это провал аромки первое а то что есть в некоторых вкусах прям пробелы вот прям вон уже как-то дополнить и вот все таки как бы окей по вязкости как бы но пробуем вообще и бать но пробуем но сделайте его немного попышнее я понимаю да это вирджиния бёрли какие-то рецептуры свои дать технологии но можно постараться я думаю будет заебись ли он будет рыхлый тогда вообще к нему не придраться поэтому ребятулечки это табак прайм это до воды обязательно ставьте лайки пишите свое мнение по данному продукту в комментарии обязательно все прочитаю обязательно все отвечу поэтому берегите себя меньше выходите на улицу не по нужде и конечно же хавайте побольше витаминов и фруктов всем пока пока уху уху